3 октября завершил свою работу в выставочном комплексе «Гостиный двор» 29-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». Город Магадан представил на этой престижной профессиональной площадке уже реализуемый проект этнопарка народов северо-востока «Дюкча». Вечерний Магадан встретился с одним из участников фестиваля, с сотрудником муниципального учреждения «Техконтроль» Даниилом Скрипоусовым, который поделился своими впечатлениями о событии. Минувшее воскресенье 3 октября в городе Москва в «Гостином дворе» произошла торжественная церемония закрытия международного фестиваля «Зодчество-2021». И Магаданская область была удостоена диплома «Союза архитекторов». Была удостоена смотр-конкурса региона России, где был представлен Центр социально-культурного разночения и Парк этнических народов северо-востока «Дюкча». Несмотря на большое количество регионов, фестивали участвуют обычно... В прошлом году было 9 регионов, в этом году их больше было уже 16. То есть не всем есть что показать, но в этом году так сложилось, что Магаданская область представила два проекта. В рамках фестиваля проводились различные лекции, семинары, на которых было интересно поприсутствовать, послушать. Там выступали, получается, главные архитекторы Московской области и, скажем так, архитекторы из «Союза архитекторов России». Проект парка «Дюкча» на фестивале активно поддержал известный профессионал, архитектор Магаданской маски «Скорби» Камиль Казаев. «Проект «Дюкча» отличается от первым проектом, который был в прошлом году представлен, «Маяк». Потому что это уже о народностях севера говорит, об их обычаях. И это прекрасно. Потому что Колыма и первопроходцы – это местные жители. Поэтому надо отражать их быт, сохранять их быт и рассказывать о их быте. И вот этот проект, я рад, что он как раз и отвечает всем этим вопросам. Безумно. Я с удовольствием поздравляю авторов, которые представили этот проект, и надеюсь, что этот проект будет отмечен руководством этого фестиваля». В целом, экспозиция Магаданской области на форуме «Зодчество-2021» пользовалась популярностью не только у москвичей, но и у бывших магаданцев, живо интересовавшихся жизнью Магадана.